В связи с новыми правилами использования беспилотных летательных аппаратов и использования воздушного пространства Республики Беларусь, на полеты в населенных пунктах накладываются определенные ограничения. Мы делаем все возможное, чтобы получить сертификацию на полеты в городской среде и надеемся на ваше понимание. Контент в ближайшее время будет выходить под снятым ранее архивным материалом. Всем привет! Вещают Могилевские хроники. Сегодняшний наш видеоматериал отснял специально для нашего проекта Спадшина, целью которого является популяризация значимых историко-культурных ценностей Республики Беларусь. На сей раз мы отправляемся в город Лида, Гродницкой области. История этого города крайне интересна и значима. Годом основания города считается 1323 год. Для спасения горожан от набегов татар и тевтонских рыцарей в 1323 году в слиянии рек Лидеи и на непрактически исчезнувшей каменке на насыпном холме великим князским литовским гедемином был заложен Лидский замок, ставшим надежным укрытием в минуты опасности. Он сохранился до наших дней и теперь является символом Лиды. Город был центром Лидского повета Вилинского воеводства и упоминается впервые в летописном упоминании в списке русских городов дальних и ближних конца 14 века. Как свидетельствуют литературные источники, из семи неполных веков Лидский замок играл значительную роль в истории. В 1387 году польский король и великий князь литовский Егайло принимал в замке присягу от своего брата Скиргайлы, полденского князя, а в 1422 году в замке отмечался брак короля Егайла с 17-летней Софией Гольшанской. В июле 1506 года в стенах замка причастился и подписал завещание смертельно больной король польский и великий князь литовский. Замок был сооружен из бутового камня и кирпича. Имел в плане форму неправильного четырехугольника с двумя угловыми башнями и был поставлен на насыпном песчанчатом холме, окруженный болотистыми берегами ледей и каменки. С севера рвом шириной около 20 метров, который соединял эти реки и отделял замок от города. Позже, вероятно, в 16-17 веке в систему предзамковых укреплений с востока было включено искусственное озеро. К замкам дворе размещалась православная церковь. В 1533 году она уже была перенесена в город. Жилые хозяйственные постройки с 1568 а также суд, архив и острог. Жилые помещения располагались же на верхних этажах башен. Замок имел форму неправильного четырехугольника. Самая длинная северная стена, ее длина 93,5 метра. Южная же стена, самая короткая 80 метров. Западные и восточные стены имели длину 84 и 83,5 метра, соответственно. Крепость имела традиционную для тех времен форму прямоугольника. Вся ее мощь была заложена в стенах, которые возвышались на 14 метров ввысь и имели от 1,5 до 2 метров толщину. По углам располагались две смотровые башни, откуда велось наблюдение практически по всему периметру. В верхней части стен был боевой ход с бойницами, к которому вела крутая деревянная лестница. О в арочных бойницах размещались арбалетчики, тогда как прямоугольники, прямоугольные были предназначены для лучников. Замок стал мощной фортификационной постройкой и вошел в линию обороны новогрудок криво-медники-троки, бросивший вызов крестоносцам. Внушительный гарнизон состоял из обученных рыцарей, которые всегда были готовы отразить наступление врага. Однако в стенах лидского замка находили пристанище не только солдаты и жители города Лиды, но и соседние поселенцы. Сам чертог переходил от одного знатного правителя к другому. Построенный в качестве былого укрепления, замок в Лиде стал подобием пророка грядущих битв, так как его осаждали восемь раз. В 14 веке стены замка не единожды выдерживали натиск крестоносцев. Впервые под замковыми стенами они появились в 1384 году и после длительной осады штурмы враги захватили город. Второй раз набег был сделан зимой 1392 года, когда болото вокруг укрепления сковал лед. Сожгли окрестное строение, ограбили город и осадили замок. Руководитель обороны князь Кирибут, который имел значительное количество воинов, решил не ждать штурма и ночью через потайной ход вместе с гарнизонами оставил крепость. Рыцари захватили много военного снаряжения и вооружения и через два года отряды крестоносцев сновь напали на Лиду. Но на этот раз замок выстыл. При поддержке жителей города воины гарнизона мужественно отбили все атаки неприятеля. Досталось Лидскому замку и во время междоусобных войн. В начале 15 века около его стены очутились войска смоленского князя Юрия, который пришел соблюдать свою семью, захваченную в плен Витовтам. Смоляне сожгли город несколько раз и штурмовали замок, но взять его не смогли. В 1433 году замок обложили войска князя Свидергаева, претендента на Великокняжеский престол. Снова город вчистую был уничтожен огнем, но защитники замка мужественно отбили все приступы захватчиков. В 1397 году в Велицкая область была отдана Витовтам Золотардынскому хану Тахтамышу, который был свержен соплеменниками в результате переворота. Хан прожил в Лиде два с половиной года в отдельном доме, что стояло на окрестностях замка. В 40-х годах 15 века Лидской старостой все еще был один из перебежчик Золотой Орды хан Давлет Хаджи Гирей. Ему выпала счастливая судьба, так как с помощью феодалов Великого Княжества Литовского он стал ханом Перекопских татар. Во второй половине 15 века замок временно исчезает со страниц древних летописей Хроник. Это не удивительно. Для Лиды наступили относительно спокойные времена. Городская постройка этой поры была деревянной, располагалась к северу от замка. В начале 16 века вновь заполыхало пламя пожаров. На сей раз к замку подошли орды крымских татар, однако штурмовать укрепленный замок татары боялись. В это время было собрано народное ополчение численностью в 10 тысяч человек, которое разбило пришельцев в окрестностях Лиды. Будучи административным судебным и торговым центром Повета, который в свою очередь был основан в 1566 году, в результате административной реформы Великого Княжества Литовского город Лидов в 1590 году получил Магдебургское право. Милостанный Божий, король польский объявляет всем и каждому отдельно настоящим и будущим, кому это знать необходимо. Мы, господа, желая в лучшем порядке иметь наш город Лидов, даем поданным города Лидского права Магдебургское и разрешаем нашим письмом на все времена. К этому праву для украшения и приумножения также ведения дел судебных и городских мы приказываем нашим письмом присвоить печать городскую. Это значит льва и два ключа скрещены над ними. Во времена правления короля Речи Посполитой Яна Казимира в городе насчитывалось около 15 тысяч человек, и Лида получила уже к тому времени Магдебургское право. Своих укреплений город не имел, поэтому в случае надвигающейся опасности жители искали спасения в замке. На то время замок получил дополнительное укрепление «Искусственное озеро», которое покрывало его с востока. На озере есть в планах и на рисунках с 17-19 веков. Замок же принадлежал государству и хранялся местной шляхтой. Здесь находились склады с оружием, гарнизон, в северно-восточной башне была тюрьма, а к концу 18 века здесь проживали городские судьи. В середине 17-го, в начале 18-го века мирную жизнь города Лида была прервана войной. Летом 1659 года замок со всех сторон окружило 30-тысячное русское войско воевода Никиты Хованского, и после орудийного обстрела длительные осады, взяло его. Все деревянные строения были сожжены, и после окончания русско-польской войны на территории замка никто постоянно не жил. Сильный удар литовской кладки нанесли шведы, которые в начале 18-го века взорвали обе башни, укрепленные, потеряло свое стратегическое значение. Стены его постепенно разрушались, однако в уцелевших помещениях хранились городские акты и приходили суды. Почти окончательно замок был разрушен летом 1794 года. В его руинах вели бои с царскими войсками по станции Тадеуша Костюшко, вооруженная 18-ти пушками. Городской архив и все древние документы были вывезены в Смоленск, где во время Отечественной войны 1812 года они сгорели. Надо отметить, что в конце 18-го начале 19-го века замок еще поражал современников своей мощностью. Тогда стояли практически все замковые стены с бойницами и архитектурным поясом на северной и восточных стенах. Кое-где остались башни до уровня третьего этажа. Именно с этого времени началось научное исследование памятника. Но самыми разрушительными днями замка Генемина стали не масштабные войны и не огнестрельная стихия. В 1892 году разразился крупнейший пожар, который поглотил большую часть строений и ратушу. Властям и жителями города не оставалось ничего другого, как растаскать крепость буквально по кирпичам, чтобы восстановить город. Впервые о возрождении замка говорили в 1920-е годы, когда сотрудники Императорской археологической комиссии узнали о судьбе Лидской цитадели и запретили дальнейшее расхищение замковых строений. В те времена Беларусь находилась в составе земель польской, поэтому польские реставраторы приняли участие в восстановлении замка и установили деревянные обороты на северо-западной стороне. В 20 веке замок побывал ареной для многих сражений, в его стенах останавливался бродящий цирк. Зимой устраивали празднества с напряженной елкой и плясами. В годы Второй мировой войны здесь размещался лагерь военнопленных, а в более поздний период спортивный стадион. В 1920-х годах, когда Парижскому мирному договору Западная Беларусь вошла в состав Польши, в Лидском замке были приведены незначительные реставрационные работы польскими реставраторами под руководством архитектора Тадеуша Бурше. Были соединены каменные оградка, западная и южная часть стены. Частично восстановлены поврежденный юго-восточный угол и заложены боковые входы. На месте поврежденного северо-западного угла появились деревянные ворота. Летом здесь останавливался бродячий цирк и зверинец, а зимой посреди двора ставили елку и заливали каток. 22 января 1940 года Лидский замок получил статус памятника архитектуры, а в июле 1941 года на территории замка был сооружен лагерь военнопленных 56-й Московской военной дивизии. В 1967 году решение местных властей Лидский замок был передан под шефский надзор по строительному тресту. В 1975 году Лидский замок как памятник архитектуры XIV века, которому необходима была реставрация, получил соответствующий номер и в 1976 году специально научные реставрационно-производственные мастерские при Министерстве культуры БССР получили заказ на консервацию, а вскоре и на полную реставрацию Лидского замка. Работы начали в 1978 году. Предполагалось, что полная реставрация будет завершена к 1985 году, однако к 1980 году были завершены северная, восточная и частично южная часть стены и была близка к завершению северо-восточная башня. К сожалению, реставрационные работы не были завершены и остановились из-за недостатка финансирования в середине 1990-х. В 2001 году в республиканском уровне было принято решение о разработке проекта проведения первоочередных противоаварийных работ в замке. Проект подготовили к 2003 году, но средства на осуществление не нашли. Уже в 2004 году Министерство культуры рекомендовало Гродинскому облсполкому разработать аварийные участки западной стены и недостроенной юго-западной части башни и рассмотреть вопросы о дальнейшем использовании северо-восточной башни. 23 апреля 2005 года состоялся общий республиканский субботник. Начало нового этапа реконструкции Лидского замка датируется 2006 годом, когда Минск проект приступил к проектным работам. Были выполнены архитектурные обмеры замка. Целью реставрации была вернуть замку облик, который он мог иметь в 14 веке. В январе 2010 года известно, что к сентябрю в Лидии пройдут дожинки 2010. Темп работ значительно ускорился и подготовился к дожинкам. И за весной лета 2010 года стены юго-западной башни достроены. Деревянная галерея с новыми консольными балками и брусом, покрытая черепица соединяли башни и замковый двор. Был засыпан песком и щебнем. В декабре 2017 года была открыта выставочная экспозиция Лидский замок и старышная падея по станции северно-восточной части башни Лидского замка. Ну а на этом наш выпуск подходит к логическому завершению. Если вам понравился предоставленный материал, не забывайте ставить лайки, смело комментируйте, ну и конечно же распространяйте эти материалы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok